Доброго времени суток! Поздравляем с иконным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Сегодня мы расскажем о том, как попариться в бане в ситуации, когда нет воды, но есть снег. Попариться в бане, а заодно и помыться. Помыться, разумеется, снегом. Баня, кстати, для того и создана, чтобы помыться, когда нет горячей воды. Обычно современные люди греют воду и этой нагретой водой моются. А раньше греть воду было очень проблематично. Поэтому грели воздух из себя и мылись холодной водой или просто снегом. И сейчас мы покажем, как это можно сделать. И при этом получить удовольствие и не заболеть. В общем, мы идем в баню, разумеется, босиком. Но как же не воспользоваться таким замечательным мягким снегом? После прогулки по снегу греем ноги. Специально для этого сделана решетка, которая позволяет греть ноги в бане удобно и безопасно. Мы поправились и идем гулять. Постоянный атрибут в бане это веник. И сейчас мы его уже завариваем. Вот кипяток. Для заваривания веника мы подготовили обычный чайник. С кипяточком. Ой, как горячо-то. Ой, как горячо. И у нас в результате еще получится немного горячей заварки. Да. Которой потом можно себя еще немножко обмыть. После того, как мы помоемся снегом. А еще, кстати, очень вкусный дубовый запах от веника. А вот сейчас мой муж меняет крестик металлический на деревянный. И тот крестик, который на цепочке, на крестик, который на шнурочке. В общем, существует среди монахов мнение, что баня это от дьявола. Потому что традиционный металлический крестик нагревается и начинает обжигать. Но на самом деле это всего лишь обычные технические неудобства. Потому что монахи не знают физику. Короче, сначала надевается деревянный крест. Потом снимается металлический крест. И проблема искушений в виде нагревающегося креста отпадает. Поэтому существует среди православных монахов искушение против бани. И считается, что быть грязным и вонючим, это благочестиво. У меня тоже, кстати, деревянный крестик. Покрупнее, потому что я люблю большое все. Попарились и идем гулять. Вот у нас такая одежка есть специальная, чтобы... Чтобы не показывать стриптиз. Потому что у нас публика приличная. Особенно, когда мальчик с девочкой еще не повенчались. Галышом друг перед другом появляться нежелательно. А в баньку-то сходить хочется. Поэтому мы купили вот такие вот интересные одежки. Причем это произошло еще задолго до нашей свадьбы. Когда мы только познакомились. И когда мы просто именно дружили, и мой муж очень красиво за мной ухаживал. В общем, мы гуляем, принимаем воздушную ванну. А будто мы сейчас вот в обычный сэндали. Да. Потому что если босиком на снег наступать, то ходить... У меня, например, ноги сразу начинают очень больно сводить. Если ходить по снегу, то нога не постоянно контачит. И, соответственно, не так быстро замерзает. Поэтому быстро... И хотя бы не болит. Быстро бегать по снегу, это нормально. А стоять на снегу, это как раз проблематично. Очень холодно. Особенно незакаленным и неприспособным. И более того, мы сейчас собираемся просто принять воздушную ванну. Нас обдувает ветерком. На нас прошит снежок. Еще ветер очень холодный. Ну, ветерок обдувает. Поэтому мы сейчас немножко постояли на свежем воздухе. И идем опять в парилку. Мы ходим в походы. Поэтому ходим босиком довольно часто. И поэтому ноги у нас довольно закаленные. И прогулка по снегу для нас это приятная снежная ванна. В общем, вот так вот моются, моются, моются руки снегом. Моется очень чисто. И это круто. Потому что снег работает как мочалка. А чистота залог здоровья. Засекайте, сколько времени уходит на один сян. Нельзя быть на улице столько, чтобы потом становилось дико холодно. В общем, наши зрители просили БДСМ. Вот, пожалуйста, БДСМ. Самый лучший БДСМ это баня. Тем более, очень многие женщины любят веники. Особенно дубовые, березовые и прочие разные всякие разновидности именно датских нежных веников. Хороший веник. Я думаю, такие веники все любят очень. Больно? Да нет, хорошо. Ну, это хорошо. Когда веником, кстати, со всей дуи никогда не бьют. Потому что веник предназначен не для наказания. Потому что тогда от веника отвалятся листья и будет уже им немножко другой эффект. Ну, во-первых, да. А во-вторых, веник сердце, как я говорю, что предназначен для массажа, а не для наказания. Кстати, еще существует другой девайс, как раз более жесткий. Вот этим, если лупить, то будет больно. Но и им тоже можно лупать аккуратно. Поэтому этим бьют тоже, но не сильно. Это, в общем, создает эффект лысого веника, с которого все листья обвалились. Это называется бамбук. Ну, это такой тоже бамбуковый девайс. Можно лупить самого себя им тоже. Да. Потому что он маленький и компактный. В общем, вот мы и записали православный БДСМ. Надеемся, наш фотоаппарат не испортился за время пребывания в парилке. Это точно. В общем, особо хорошо видно эффект от снега, когда моем ноги. Ноги обычно самые грязные у нас, потому что мы много ходим в сандалях. И вот ноги чистые. Потому что снег трет, как хорошая жесткая мочалка. В общем, мы продолжаем тему нашего православного БДСМа. Мы уже раскрыли тему прикосновения к холодному. Теперь раскроем тему прикосновения к горячему. Вот наша печка защищена надежно деревянной решеткой, чтобы к ней не прикоснуться. Потому что некоторые мужики очень любят показывать шрамы, возникшие в бане в результате того, что по пьяни прикоснулся к печке. Или не по пьяни, просто с мороза ворвавшись. А горячим прикосаться, это прикосновение повисевшего полотенца или простыни. Она, кстати, очень горячая. Да, она горячая, но в то же время от них не будет ожогов. И как раз мы вот такой вот горячей простыней впитываем пот вспотевшего тела. И это тоже часть мытья. Да. Почему-то все помнят про то, что в бане лупят веником, но никто не вспоминает, что в бане прикасаются к телу раскаленным полотенцем. И в это полотенце с тела переносится пот вместе с грязью. Конечно, потом полотенце надо будет постирать. И, в общем-то, стирать одежду, это гораздо сложнее при отсутствии воды, чем помыть тело. Потому что наше тело, в отличие от тела наших братьев меньших, оно не волосатое. И поэтому его мыть значительно проще, даже при отсутствии воды. Воспользоваться одним снегом. Своим же потом собственным. И каким-нибудь тряпьем, чтобы этот пот с себя вместе с грязью стереть. А для того, чтобы помыть тряпки после того, как мы ими помыли себя, мы будем использовать современные технологии в виде стиральной машинки. Которая настолько примитивная, что в нее достаточно вылить ведро воды и кипящий чайник. И она уже будет отлично стирать. Простенькая, дешевая машинка-фея, которую мы купили в магазине на распродаже всего за 5000 рублей. И голова тоже очень хорошо моется снегом. Но надо быть осторожным, чтобы не напихать снега в уши. Это точно. И чтобы снег не оставался на шее. Потому что уши и шея, это такие места, которые можно простудить. Причем очень легко и быстро. Да. Это одни из самых проблемных мест. Снегом не моем. Или моем очень аккуратно в теплом помещении. А еще лучше это мыть водой. Моем снегом руки, ноги. Потому что ноги у меня вообще очень грязные. Они у меня, конечно, уже болят. Поэтому быстро, быстро, быстро. В общем, мы гуляем по снегу. И это очень приятно. Главное, не злоупотреблять. Вот сколько длится видеосюжет, столько на самом деле проходит и сеанс со снегом. Ух, такой ветер холодный. В общем... Меня сводка. В общем, мы гуляем по куле. Это называется воздушная ванна. Воздушная ванна может длиться дольше, чем снежная ванна. Мы сейчас обутые. Потому что при воздушной ванне мы охлаждаемся не настолько быстро, как... Потому что мы не контактим со снегом, во-первых. Во-вторых, у нас кожа сухая. Поэтому мы охлаждаемся медленнее. А обутые мы в сандалях, поэтому наши ноги тоже не мерзнут. И не болят. От контакта со снегом. Температура нынче минус 2 градуса. Идём пить чай. В общем, существует такая глупость, чтобы в бане пить алкоголь. На самом деле алкоголь, может быть, вещь, конечно, и интересная, но не в бане. Баня само по себе одно удовольствие. А алкоголь делается отдельно. Алкоголь это совсем другое удовольствие. А в бане лучше всего пить обычную чистую воду. Или минеральную воду. Или чай. Или чай, который, в общем-то, очень вкусный. Потому что мы потеем, и надо пить больше воды. Желательно не сладкой и желательно без всяких привкусов. Для того, чтобы пополнить запасы влаги водонизма. А уже после бани можно попить пивка со всякими солёными закусками. Но после бани было чего-то. У нас осталась заварка от веника. И под конец мытья моемся вот этой вот заваркой. Чисто теоретически её, конечно, можно и пить было бы. Но только мы в ней полоскали веник после того, каким по телу стягали. Поэтому используем исключительно как заключительный омыватель для тела. Чтобы быть ещё не только чистыми, но и душистыми. Да, чтобы уже был на теле сладкий запах веника. А ещё баня используется для того, чтобы сушить мокрые стиранные вещи. В общем, мы поправились в бане. Заодно и помылись. Да, помылись очень хорошо, качественно. И выпиваем. Сейчас мы теперь чистые и довольные. Кушаем вкуснятину. И выпиваем вино. Да, значит, принципиальный момент, что сначала помывка в бане, парилка, а потом уже вкусные сытные трапезы, алкоголь, секс и прочие развлечения. Потому что мытьё в бане, особенно в сочетании со снежными и воздушными ваннами, требует большой аккуратности. Требует, чтобы был чёткий трезвый ум. Обязательно. Чтобы были аккуратные движения. Чтобы не навредить. Чтобы баня из оздоровительной процедуры не превратилась в травмирующие факторы. И поэтому вот мы помылись, попаялись. Помылись очень чисто. Да. И теперь занимаемся всем остальным, чем мы хотим позаниматься на даче. В том числе и записать видео про баню. Да, это точно. Мы опытные банщики. Уже 7 лет баней пользуемся. Может даже побольше чуть-чуть. Может даже чуть больше. Да, но мы именно банщики, паримся вдвоём. В нашей бане. В компании с друзьями мы в бане не ходим. Потому что баня это такое место, где у людей почему-то вдруг начинает срывать крышу. Они начинают вести себя не очень адекватно. Нарушают все возможные правила техники безопасности. Все возможные режимы помывки. Начинаются всякие глупости. Типа кто дольше там просидит в парилке или пробегает по снегу. Всякие там прыжки в сугробы начинаются. И чтобы нам не быть свидетелями этого безобразия, мы вдвоём аккуратно паримся. Так как считаем нужным. А ещё мы изучаем феорию бани. Вот у нас такой учебник есть. Очень заумный, навороченный. Мы его иногда, когда баня уже отстывает, почитываем, пытаемся понять. На самом деле мы довольно много всё про бани прочитали. Но именно баню используем с практической целью, чтобы помыться и погреться. Иногда есть бытовой целью, чтобы посушить там бельё. Ну, в принципе, баня это как большая сушилка. В общем, если тема бани вас интересует, то пишите комментарии. Рассказывайте свои всякие интересные мысли на тему бани. Задавайте вопросы. Сразу предупреждаем, что мы с баней не связываем никаких мистических, эзотерических, магических, оккультных и других обрядов. Верно. Потому что мы верующие в истинного Бога Иисуса Христа, который и есть истинный Бог наш. А ещё мы популяризаторы науки. К бане подходим исключительно с научной практической точки зрения. Также мы ходим босиком по снегу. Но мы не имеем никакого отношения к учению Порфирия Иванова. А по снегу ходили ещё с древних времён без всякого Порфирия Иванова абсолютно нормальные люди. Везде и всюду. А ещё мы ходим в походы, в Великорейский крестный ход в начале июня. Там иногда бывает холодно, иногда снежок идёт. Но поскольку там мягкая трава, а также глина, то там бывает такой маршрут, что иногда босиком мететь чисто практичней, чем в обуви. Просто легче, чем в обуви. Потому что когда на обуви очень много грязи, это уже становится неудобно. И очень трудно, и обувь рвётся. А нам она ещё пригодится. Ну обувь-то не рвётся, в основном натирает. Натирает, конечно. На этом мы прощаемся с вами. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Клоточек. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Если поставили дизлайк, ну напишите, пожалуйста, за что дизлайк-то. И если вам интересна тема бани как практического средства, чтобы помыться и погреться, то пишите. С удовольствием пообщаемся в комментариях. До свидания. Спасибо за внимание. До свидания.